Знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире проект «Культурная линия». И на прямой линии с нашей студией Радио Болтком общественный деятель, журналист, писатель Ольга Семенова. Здравствуйте, Ольга. Видно, слышно нас? Видно, слышно. Здравствуйте. Всех приветствую. Ольга Юлиановна Семенова. Ольга Семенова – дочь писателя Юлиана Семенова, одного из самых популярных и издаваемых советских, российских писателей. Человек, который придумал Штирлица. Автор «Семнадцать мгновений весны». ТАСС уполномочен заявить множество детективных и исторических романов. Основатель газеты «Совершенно секретно». Ольга Семенова возглавляет культурный фонд имени Юлиана Семенова и главным делом своей жизни считает сохранение памяти об отце. Информационный повод у нас юбилейный, потому что в октябре отмечался 90-летний юбилей Юлиана Семенова. Эфир мы проводим в сотрудничестве с нашими коллегами-журналистами из Международного медиа-клуба «Формат А3». Мы получили очень много вопросов. Веду эфир я, Ольга Авдевич. Со мной в студии моя коллега-журналист Наталья Захариат. Здравствуйте. Да, и сразу вопрос. А самое главное, я еще не сказала, что Ольга с 93-го года живет во Франции. По той причине, что она вышла замуж за французского гражданина. И сейчас, Ольга, вы находитесь где? Я вчера вернулась в Москву, повидав мужа две недели. Я была сначала на юбилейных мероприятиях папинных. Съездила, повидала мужа и снова в Россию, на родине. Так что это слишком громко сказано, что я живу во Франции. Я живу между Россией и Францией. А вот расскажите, как отмечался юбилей вашего отца? Юбилей мы отмечали рядом замечательных мероприятий. Но прежде всего хочу похвастаться. Вышли две книги. Первая книга, хочу вам ее показать, называется «Неизвестный Юлиан Семенов». Это уже четвертый том, который издает издательство «Веча» с 2008 года. Последний вот этот том называется «Искренность». И в него вошли рассказы, повести, дневники абсолютно неизвестные, отцовские. Потому что я думала, что я архив папы знаю наизусть. Ничего подобного. Когда архивом занялся профессиональный историк, исполнительный директор культурного фонда Юлиана Семенова Алексея Викторовича Репин, он нашел совершенно уникальные вещи. Поэтому это позволило нам выпустить этот четвертый том издательства «Веча». И еще одна книжка вышла к юбилею. Называется она «Юлиан Семенов. Уполномочен заявить». Тоже уникальная книжка, которая вышла по инициативе главного редактора газеты «Московская правда» Шода Саидовича Муладжанова, старого папиного друга. И в эту книжку вошли воспоминания замечательных артистов, писателей, журналистов, папиных друзей. Ну, мы с Алексеем Викторович Репином ее редактировали, эту книжку тоже что-то написали. И вступительное слово к этой книжке написал Сергей Евгеньевич Нарышкин, директор службы внешней разведки, чем очень гордимся. Он сказал, что все разведчики должны помнить Юлиану Семенову и сказать ему спасибо. Это дорогого стоит. Ольга, вот про разведчиков. Не так давно во Франции была переиздана книга о Штирлице. Как вы объясните, почему именно сейчас во Франции, скажем, всплеск интереса к этой теме? Обязательно. Я сейчас об этом хочу рассказать. Но я хотела еще продолжить о мероприятиях к юбилею Юлиана Семеновича. Я только-только начала, коллеги. Вышел еще удивительный фильм на Первом канале у Эрнеста под названием «Крым Юлиана Семенова», в котором и родственники, и близкие Юлиана Семеновича, люди рассказывали о нем. Очень хороший фильм. Вышел также на ТВЦ фильм «Юлиан Семенов. Жизнь как детектив». Потом еще с Валуевым, с Николаем вышла передача на «Мир 24» Юлиан Семенов «Тайны агента 001». Очень хорошая передача, кстати. Тоже на «Мир 24» вышел фильм «Везде первый Юлиан Семенов, рожденный в СССР». И на канале «Культура», который я очень люблю и уважаю, «90-летие Папы» вышла передача «Наблюдатель о папином творчестве, о папиной жизни». Замечательный ведущий Сергей Соловьев. В ней участвовал тоже Алексей Репин. Моника Слот-Диан, переводчица папиных романов во Франции. Дмитрий Лиханов, писатель из «Сарати» моего отца. Я тоже участвовала. Очень хорошая передача. И вышла передача о папе «Золотая рыбка» для ТВ «Москва-24», которую ведет папин тоже соратник. Он молодой еще человек, но он папин соратник, журналист Евгений Додалев. И кроме того, в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге прошла, только недавно закрылась, удивительная выставка «Северный маршрут Арктика в русской литературе и искусстве». И, конечно, поскольку папа писал очень много об Арктике, бывал на Северном полюсе, он был одним из главных героев этой выставки, потому что у него замечательная была повесть, и в 60-е годы вышла еще при исполнении служебных обязанностей о полярных летчиках, и сам он бывал на Северном полюсе. И кроме того, у нас в Севастополе вышла выставка «Штирлиц. Образ собирательный», которую наш фонд организовал совместно с Российским историческим обществом. И нам дали совершенно уникальные экспонаты из службы внешней разведки. Очень хорошая выставка в Севастополе, в Музее героической обороны города Севастополя. Может быть, слушают еще и севастопец и крымчане. Всем советую посетить. Еще до конца ноября эта выставка действует. И замечательный прошел вечер в Центральном доме литераторов, на который пришли вечер памяти под названием «Умру я ненадолго», на который пришли папины замечательные друзья, народные артисты России, который снимал практически все папины фильмы, такие как «Тасу полномочен заявить», «Петровка 38», «Игорь Кребанов». Пришли чудесные писатели Валерий Поваляев, пришел Альберт Лиханов, и современные авторы наши пришли, и приехали французские друзья папины, издатели и переводчики. И приходил, приехал Сергей Пенкин, чудесно пел, друг нашей семьи. И мой сын Юлиан Семенов Брайди, пианист, приехал и играл в честь деда. Очень был душевный вечер. И, конечно, вот последнее событие, которое меня тоже очень обрадовало, в дом-музей Вилла Штирльц, дом-музей моего отца, директором которого я являюсь в Крыму, в маленькой деревне Алива-Мухалатка, приехали с визитом 11 октября Сергей Евгеньевич Нарышкин, приехал глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов, приехал Мединский, Григорьев приехал. В общем, были, конечно, приятные минуты. И я хочу похвастаться. Я в связи с юбилеем моего отца, хотя и к службе внешней разведки не имею отношения, но получила памятную медаль к столетию службы внешней разведки. И очень этим гашлась. Поздравляем. Ну вот тут, девочки, я закончила. Напомню, что у нас вопрос для WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. И следующий вопрос о переиздании Штирлица во Франции. Да, великолепные совершенно у нас издатели и переводчики во Франции, друзья давней России. Речь идет о прекрасной издательнице Кулет Ламбриш, которая руководит издательством Кануэй, которая вот сейчас недавно издала уже третий роман Юлиана Семенова из серии о Штирлице. Первое, конечно, было «Семнадцать новиней весны» в 2019 году. Это был колоссальный успех. Три переиздания. И потом очень крупное издательство «18 на 20» французского, купила права, чтобы издавать Штирлица в карманном варианте. И теперь можно сказать без преувеличения, что Штирлиц вошел во многие французские дома. И потом она издала бриллианты для пролетариата, убрав слово «диктатура», чтобы не пугать французских читателей. И сейчас вышла книжка «Операция Барбаросса». Это тоже она придумала новое название для романа «Третья карта» о трагических событиях накануне начала войны. И это дает представление о всей трагеденности ситуации тогдашней. Огромный успех. Критика принимает роман Юлиана Семенова на ура. Недавно одна французская писательница просто сравнила книги Юлиана Семенова, прочтя роман «Третья карта» под названием «Операция Барбаросса» с Достоевским, сказав, что Юлиан Семенов огромен. И я хочу отдельное спасибо сказать переводчице, которая занимается этим титаническим трудом. Это Моник Сладьян. Она профессор лингвистики. Она большой друг России, потому что она переводила многих российских авторов. И в советские времена, и сейчас она переводит и Захара Прилепина, и Сергея Шарбунова. И так как она любит Россию, редко я видела это в французах, хотя они имеют симпатию, конечно, к России, но вот она обожает просто Россию и выкладывается на 100%, конечно же, я ей хочу сказать публично спасибо за то, что она делает. А вопрос у нас от Кристины Худенко, журналисты и портал «Делфи». А чем, на ваш взгляд, шпион отличается от разведчика? И как Джеймс Бонд от Штирлица? Ну как и так, шпион – это их, разведчик – это наш. Джеймс Бонд, он просто какая-то, ну я не знаю, машина для убийства и для соблазнения красивых женщин. А наш Штирлиц, он интеллектуал, он умница, он патриот, он работает на благо Родины. И, конечно же, Штирлиц вечен, Штирлиц forever. А Джеймс Бонд – это все временное явление, победа будет за нами. Ну да, надо сказать, что Штирлиц – это действительно уникальное такое явление, он народный герой, он вошел в фольклор, и действительно такой герой того времени, как всенародный герой. Следующий вопрос у нас журналист Игорь Мейден. Мюллер – это историческая персона и герой книги Юлиана Семенова и фильма «17 мгновения весны», вот Броневой сыграл его. Он в фильме произносит монолог такой у него есть о будущем национал-социализма, что эту идею надо подпитывать, надо использовать золото партии. И цитата «Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес, «знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение». Это известная очень такая цитата из фильма. Вопрос, не кажется ли вам, что как раз вот сейчас в мире это начинает происходить? К примеру, там в Прибалтике, на Украине вообще не борются с этими проявлениями. У нас в Латвии латышских легионеров в АФНСС представляют борцами за свободу. Вот именно эта антифашистская тема в произведениях вашего отца. Ну, Юлиан Семенович вообще говорил, что не нужно ничего бояться, кроме фашизма. Его нужно уничтожать за родыши, где бы он ни появился. Юлиан Семенович, как никто, знал проблему возрождения нацизма, потому что он контрабандой проник даже в Парагвай. Он посмотрел, как прекрасно там благоденствует Латинской Америки нацистские преступники, в каких они шикарных жили домах, в каких деревнях, как их там чествовали. И ему это было понятно. Вот он пообщался лично с рейс-министром Альбертом Шпиером, когда он был собственным корреспондентом литературной газеты в Западной Европе. Он пообщался с Карлом Вольфом, и он понимал, что нацизм может вернуться. И, к сожалению, при разыгрывании карты нехорошего национализма, не гордости за свой народ, а страшного чванства. Я должна сказать, что папа об этом при жизни еще в 90-е говорил, и говорил и нам в семье, и говорил замечательный поэтессе нашей Юнни Морец. И, кстати, вот в этой книжке, Юлиан Семенов уполномочен заявить, мы просто привели стихотворение, которое Юнна Морец написала, когда началась трагедия у наших украинских братьев. Пошел, так сказать, подъем, пошел национализм, чтобы не сказать, фашизм. Если вы разрешите, я зачитаю просто несколько строк этого замечательного стихотворения. Юлик Семенов, который 17 мгновений предупреждал, что фашисты вернутся в геройской раскраске. Я не поверила этой чудовищной сказке. Ты доживешь, говорил мне правительский гений Юлик Семенов, в который 17 мгновений я дожила, и в России пишу этой ночью осенней. Я дожила, безусловно, до точки возврата факельных шествий фашистов, фекальных героев. Запад приветствует их, как фасон демократа. Западный путь для геройских фашистов устроил, чья русофобщина, месть за разгром Гитлерата. Церкви Роскова – тот же сорт русофобских помоев. В общем-то, конечно же, стихотворение длинное, но юно морец все это помнила. Папа об этом говорил, папа об этом предупреждал. Но нужно с этим бороться. Нельзя сдаваться, конечно, нельзя. Ольга, а ваш отец, вот вы упомянули, что он встречался сам с Карлом Вольфом. Это тот, кого в фильме сыграл Василий Лановой. Да, представитель Гиммлера, вставки Гитлера. И это вот лагерь Требленко, это его ответственность. С Отто Скорцени, это любимец Гитлера, который возглавил операцию по освобождению Муссолини. Вот как он реагировал? Вообще, как объяснить, что они действительно тогда благоденствовали и не были привлечены к ответственности? Ну, как, почему? Альберт Шпеер отрубил, сколько-то там лет, по-моему, если я не ошибаюсь, 20 лет. И, кстати, в тюрьме он решил изучить русскую литературу. И папе признался при встрече, что я только сейчас понял, какая великая культура, какая великая культура. То есть он исправился, исправила его, великая русская литература. И он уже не испытывал ненависти к русскоговорящим людям. А Карл Вольф, он, по-моему, продолжал верить в идеи возрождения нацизма. И он в течение всей встречи с папой постоянно врал, постоянно увиливал. Когда папа ему задавал вопросы о нацистах в Латинской Америке, когда папа ему задавал вопросы о янтарной комнате, там была целая гора вранья. И так же себя вел, конечно же, Отто Скорцени. И вообще папу удивило и поразило, и напугало то, что мальчики, официанты в клубе финансистов, где происходила встреча в июле 1974 года, это уже франко не стало, это уже была постфранкистская Испания, и мальчики приветствовали Скорцени нацистским скидыванием руки. Вот. То есть, конечно же, ему было страшно на это смотреть. Журналисты «Латвийские вести» газета Людмила Анисимова спрашивает. Вы являетесь соучредителем премии Юлиана Семенова в области экстремальной журналистики. А кто получал эту премию вот в последние годы? Ну, вы знаете, мы премию уже вручаем с 2011 года совместно с папиным хорошим знакомым Павлом Гусевым, главным редактором московского «Комсомольца». Вот. Но лауреатами у нас были самые разные люди. Ну, хочу, конечно, сказать прежде всего о Галине Сапожниковой, большой умницы нашей. Хочу сказать, что у нас еще лауреат Евгений Поддубный, у нас Сергей Шаргунов, у нас Александр Куланов, замечательный востоковед, писатель, журналист, который писал и о Зорге, который писал о разведчиках. Ну, в общем-то, наш человек. Владимир Снегирев, золотое перо России, который сдружил с отцом. У нас очень хорошие авторы. Кого-то уже, к сожалению, нет. Мы наградили посмертно Олесю Бузину. У нас был урядом даже Роман Анин. У нас, к сожалению, тоже ушел Александр Кармен, чудесный журналист, международник. Самые-самые у нас разные авторы. Я надеюсь, дело это будет продолжаться. Будем награждать хороших, очень хороших журналистов, которые реально рискуют своей жизнью от того, чтобы донести до нас правду. Вот вопрос Натальи Лебедева, журналист. Ваше мнение о свободе слова во французских СМИ? Ну, что вам сказать? Не сочтите это за пропаганду пророссийскую. Но я считаю, что у нас в России значительно больше свободы в СМИ, несравненно больше, чем во Франции. При том, что я Францию люблю. Понимаете, о какой свободе СМИ может идти речь, если все, практически все, крупнейшие французские издания сосредоточены в руках нескольких олигархов. Так газета «Фигаро» принадлежит аэронатической группе «Дассу». Миллиардеры держат «Фигаро» в своих руках. А другое уважаемое издание «Лю МОД» принадлежит уже несколько лет такому Ксавье Нилу, олигарху, миллиардеру французскому. Не суди, не судим будешь, но все-таки нужно сказать правду. Ксавье Нил в 90-е годы, так сказать, смог подняться на гребне секс-сервисов. Он основал розовый минетель. Вы, конечно, знаете, что это такое. Это просто секс-телефонная служба. И на этом он разбогател и решил заняться, так сказать, скупкой прессы. Ему принадлежит не только «Лю МОД», который он разделил вместе с вдовцом Пьера Берже, который был спутником Ива Сан-Лорана, но он недавно купил «Утреннюю Ниццу» газету, он купил «Утреннее Монако», он купил «Марсельскую газету» «Прованс», он купил новый литературный журнал. И он задает тон всем французским СМИ. О какой же свободе может эти речь? Он говорит, что журналисты и делают бедные наши коллеги французские. Продолжение вопроса той же журналиста Натальи Лебедевой. Ваша цитата из интервью четырехлетней давности, что русофобия стала общим местом на Западе и считается даже неприличным не быть русофобом. То есть ругать Россию – это как бы такой хороший тон. Как сейчас с этим обстоит дело во Франции? И в вашем ближайшем окружении какие настроения? Ну, в моем ближайшем окружении это, главным образом, друзья России. Они любят Россию, они знают Россию, они приезжают в Россию, они понимают, что без России, так сказать, организирующей Европе будет все сложнее. Поэтому за мое окружение могу поручиться, люди хорошие, люди наши. А если я встречаюсь с кем-то на стороне, мне достаточно поговорить с человеком 20-30 минут, хотя я, в общем-то, далека от политики, но меня моментально понимают по всем наиболее острым вопросам и говорят, ну, значит, все правильно в России, значит, вы все правильно делаете, а вот нам эти СМИ. Ну, а о СМИ мы уже с вами говорили, и все нам стало по СМИ французским понятно. Но французы-то, по сути, они очень похожи на нас, русскоговорящих людей. Они ищут правду, они правдолюбцы, и они хотят понять, где правда. Вот почему сейчас пользуюсь огромным успехом романа Юлиана Семенова во Франции? Потому что Юлиан Семенович, как историк, давал очень правильную, очень грамотную версию событий. Не выдумывал, а говорил правду. И французы поэтому читают. С большим удовольствием, и даже один критик сказал, если вы хотите понять современную Россию, даже президента Путина, читайте роман Юлиана Семенова, вам сразу все станет ясно. И относительно политиков, как они относятся к России сейчас. Ну, несколько лет назад я была просто ранена глубоко, когда господин Макрон, французский президент, игнорировал на книжной выставке стенд с русскими книгами. Мне было больно, как россиян. А сейчас я возрадовалась, потому что господин Макрон вместе с супругой посетил открытие выставки в центре Луи Виттона Морозовской коллекции, в которой, кстати, были представлены и картины моего великого прадеда Петра Петровича Кончаловского, и была министра культуры России любимого. И это было замечательно. И СМИ это все осветили. Но я не хочу говорить, я хочу верить в искренность французского президента. И не хочу это никоим образом связывать с тем, что в какой-то определенный момент Макрон понял, что Америка не абсолютно верный друг Франции. И когда Австралия решила разорвать контракт с Францией о поставке подводных лодок, и тогда господин Макрон развернулся на 180 градусов в сторону России. Ну, политика есть политика, но вдруг он действительно возлюбит и нашу культуру, и наше искусство. Хочется в это верить. И кроме того, вполне возможно, что, я не знаю, будет ли он кандидатом сейчас или нет. Такой Эрик Земур, французский журналист и писатель, которого многие обвиняют в слишком правых настроениях, но прямым текстом сказал, что Франции необходимо повернуться, так сказать, лицом к России и закончить с антироссийскими санкциями. Это очень хороший сигнал. И я не знаю, будет ли Зимур кандидатом или президентом, но это радует. Это радует. То есть здравый смысл побеждает в Европе. Надо в это верить. Ольга, вы являетесь автором книги «Повседневная жизнь современного Парижа» на обложке фотографий Ноттердав де Пари. Еще до пожара. Не мой сын. Да. А вот скажите, пожалуйста, если бы вы писали эту книгу сегодня, десять лет спустя, то это была бы другая книга. И как изменилась за это время жизнь в Париже? Да, спасибо за вопрос. В принципе, я собиралась ее переиздавать в издательство «Молодая гвардия». По крайней мере, меня об этом попросил, к сожалению, ныне покойный главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Витальевич Петров, который мне заказал и первое издание книги. Он ушел. Я сейчас не знаю, понадобится ли издательство «Молодая гвардия» новое издание книги «Повседневная жизнь современного Парижа». Книга будет, конечно, совершенно другой, потому что Париж уже стал другим после трагедии ноября 2015 года, когда невинных людей расстреляли в зале Батаклан, причем там погибла молодежь и были друзья моего сына, которые пошли из школы Святого Креста в ней на концерт, и они не вернулись домой. Когда расстреливали людей на улице, то есть градус агрессии совершенно другой теперь в Париже, градус неприятия французской культуры и французского языка в некоторых кварталах. Вообще, меня папа воспитал интернационалистом, но, к сожалению, новая волна беженцев и эмиграции не хотят ассимилироваться. Это не те добродушные труженики, которые приезжали во Францию в 60-е годы для того, чтобы заработать лишний франк, лишнюю копейку для семьи. К сожалению, да простят меня все-таки, так сказать, левые мои друзья, но все-таки 80% заключенных в французских тюрьмах за грабеж, за торговлю наркотиками, это дети приезжих. Приезжие трудились, их дети трудиться, к сожалению, многие не хотят. Они предпочитают грабить, воровать, срывать цепи с пожилых женщин на улицах, при этом женщины падают, ломают себе ноги, умирают, торговать наркотиками. Есть некоторые кварталы, в которые полиция уже боится заходить. Проблема во Франции очень стоит острая. Я думаю, во многих европейских странах тоже, но не буду говорить уже как Квеллер, что идет замещение населения, это будет слишком громко, но не нужно таких вот эмоций, но, конечно, проблема есть. И в тот же Эрик Зимур, что мне понравилось, кстати, его тоже он заслужил нарекания за это, он говорил, для того, чтобы приезжие ассимилировались, нужно, чтобы они, если они рождены во Франции, чтобы они носили французские имена. Он говорит, когда ко мне приходят молодые, просят подписать книжку, я спрашиваю, как тебя зовут? Они со смущением говорят, называют не французские имена, абсолютно восточные. Он говорит, давайте, все граждане Франции, давайте начнем с того, чтобы ассимилироваться, называют своих детей французскими именами. Я считаю, это хорошее предложение. Мне так думается. Конечно. Ольга, скажите, а вот какие настроения сейчас преобладают во Франции в связи с пандемией? В связи с пандемией, ну, французы, так же, как и мы, народ свободолюбивый, и поэтому каждую субботу, уже который месяц, во французской столице, и по всем городам Франции, выходят манифестанты, говоря, что им не нужен санитарный паспорт, так называемый QR-код. Они переживают за экономический спад, который был вызван пандемией, они хотят больше свобод, они не хотят приходить в кафе или в ресторан с этим кодом, с этим санитарным паспортом, они хотят, чтобы прививки остались, так сказать, свободным выбором для всех граждан Франции. И я очень хорошо понимаю этих людей, я считаю, ни в коей мере даже самая искренняя забота о здоровье граждан не может оправдать лишение их права выбора и права свободы. Мне так думается. Хотя ковид, болезнь противная, сам моей переболел и могу поручиться, это не выдумка. Он есть, он очень мерзкий ковид. Нас слушают по интернету в разных странах, но основная аудитория наша, это наши радиослушатели здесь, в Латвии. Для них мы напомним, что Латвия связана с Юлианом Семеновым. Он неоднократно в разных интервью говорил, что он любит Латвию, что здесь снимались очень многие эпизоды легендарного фильма «17 мгновений весны». На Рижской киностудии был снят фильм по Юлиану Семенову «Испанский вариант» и «Штирлица» там играл наш латышский актер Улдис Думпис. А также Юлиан Семенов очень много времени провел в Латвии в рижских архивах, когда работал над историческим романом о смерти Петра I. И вот вопрос об экранизациях. Елена Смехова, журналист газеты «Суббота». Очень много экранизаций было. Все ли они, на ваш взгляд, удачны? Как вы относитесь, например, к фильму «Исаев»? Вы, кстати, сыграли в этом фильме роль. И когда мы анонсировали в социальной сети нашу встречу, то там были комментарии. О, это же Кира Королева из «Противостояния». Она 40 лет спустя. Да, да, да. То есть Ольга Семенова сыграла в двух фильмах по произведениям своего отца. Да, да, да. Действительно, экранизации были, экранизации будут. Относительно «Исаева», ну что, замечательный актерский состав, замечательный режиссер, урсуляк, талантливейший. Но мне думается, что когда сценарист решил переписывать Юлиана Семенова, он подписал «Смертный приговор». Сериалу он очень много потерял, потому что все-таки у Штирлица есть определенного рода политическая ангажированность. Сам Юлиан Семенович был политизирован. И лишать литературу Юлиана Семенова, вот это замечательное произведение, они же снимали «Исаев» по двум романам «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен». Лишать всей политической подоплеть, это было неразумно. Мне кажется, ребята стерилизовали несколько сериалов, и поэтому зритель, мне кажется, не особо полюбил сериал, ну не так, как «Сенат сновения весны», скажем правду. Вот я считаю, что, как папа и говорил, для того, чтобы снимать Юлиана Семенова, нужно открыть его роман на первой странице, сказать «Мотор», на последней странице сказать «Снято». И тогда будет прекрасный боевик. И мне думается, вот сейчас у нас очень большой интерес проснулся к экранизации произведения Елена Семеновича. Вот так скоро начнет съемки замечательный продюсер, кстати, режиссер документальных фильмов, такой Артем Таидзе. Он с нами подписал, с моей старшей сестрой Дашенькой, со мной соглашение об экранизации произведений и серии «Штирлицы» экспансии 1, 2, 3, «Штирлицы» в Сосинской Америке. Это будет, я думаю, боевик. И вполне возможно, даже он переснимет «Семнадцатый овень и весны». Я считаю, что после того, как раскрасили «Семнадцатый овень и весны», нам об этом не сказав, и мы рвали на себе волосы, нам уже терять нечего. Пусть будет новый сериал «Семнадцатый овень и весны», который молодежь будет, я надеюсь, с интересом смотреть. И также у нас есть продюсер, который сейчас нам подписал соглашение об экранизации «Новой Петровки-38», «Огарёва-6». Мы очень трепетно относимся к сохранению текста отца, и ребята меня абсолютно подкупили тем, что они мне показали сценарий. Это очень бережное отношение к тексту Леона Семёновича. Я думаю, тоже будут хорошие сериалы. Получится. Мы напомним нашим слушателям, что Ольга по образованию актриса драматического «Театра и кино». Ольга, а как вы относитесь к тому, что раскрасили «17 мгновений весны»? Ну, ужасно отношусь. И моя сестра, Дарья, была как художник, кстати, творческий человек, была в шоке. В принципе, ведь фильм снимался в конце 60-х, вышел на экраны в 73-м году. Тогда уже выходили прекрасные цветные фильмы. Но это было решение авторов сценария Елена Семёновича и Татьяны Льозного, режиссёра, чтобы наиболее приблизить сериал к документалистике, потому что всё-таки «Санрайз», всё это реально происходило, реальные персонажи исторические. Поэтому они решили снимать чёрно-белый фильм. Какая-то там была гениальная хроника, которую папа подержал с романом Владимир Чемкарменов с нашим знаменитым документалистом, автором фильма «Великое Отечественное» сериала совместно с «Американцами» он снял. То есть это было решение творческого коллектива, чтобы фильм был чёрно-белый. Зачем сделал этот канал? Я не понимаю. И я считаю, что фильм очень много от этого потерял. Я сохранила у себя, конечно, чёрно-белую версию, когда я пересматриваю, смотрю только чёрно-белую и детям показываю чёрно-белую. Да, но чтобы успокоить зрителей, скажем, что эта чёрно-белая версия сохранена, а фильмы просто перевели в цифровой формат и там уже раскрашивали, а чёрно-белая версия существует. Вот вопрос пришёл такого личного характера. У вас двое детей, Юлиан и Алиса. Чем они занимаются? Говорят ли по-русски? Бывали ли в мухалатке? Конечно, мои дети говорят по-русски, они граждане России, и граждане Франции, и двойное гражданство, они у меня очень любят мухалатку. Каждое лето в детстве я их привозила и до сих пор каждое лето, вот только из-за последнего оперативного ковида последнее лето они попустили, они приезжают в Крым и проводят там лето. Моя дочка Алиса даже даже долгие годы, каждое лето водила там экскурсии по дому музею своего дедушки. Вот, и мой сын Юлиан, он пианистом, он каждое лето репетирует там и дает концерты, и этим летом собирается давать концерты и в Ялте, и в городе Герой Севастополя это наша малая родина, наша мухалатка, которую теперь называют деревня Олива в Крыму. И надо сказать, что они говорят по-русски абсолютно чисто, невозможно даже понять, что они ходили во французскую школу, потому что у них папа гражданин Франции. И я могу ими гордиться. Юлиан, как я сказала, он пианист, он закончил с отличием Женевскую консерваторию, получил приз Мориса де Спина как лучший исполнитель и получил премию в Международном пианистическом конкурсе «Резонансы», которым руководит Нарциссиан. И потом получил диплом в Парижской консерватории и дает концерты очень активно. И я надеюсь, вот он поедет, будет давать этой осенью концерты в Тюмени и опять же в Крыму будет давать концерты и часто выступает в Москве. А дочка у меня, хотя она великолепной могла быть художницей, как моя старшая сестра Дашенко, она все-таки выбрала деятельность банковскую. Она крупная начальница во французском банке БПИ и решает выдавать или не выдавать кредиты тем или иным фирмам, чтобы они развивались. Сейчас это очень актуальный вопрос, потому что экономика страдает французская. Ольга, вы упомянули, что президент Франции пришел на открытие выставки из коллекции Морозовых, где были представлены картины вашего прапрадеда. Прадеда? Прадеда. Вот интересный биографический факт, сейчас мы поясним радиослушателям, что вы наследница известного рода Кончаловских Суриковых. Ваш прапрадед это художник Василий Суриков, прадед это художник Петр Кончаловский, бабушка это Наталья Кончаловская и ваша мать Екатерина это дочь Натальи Кончаловской от первого брака и во втором браке там уже появились Никита Михалков и Андрон Кончаловский. То есть получается, что это ваши дяди? Да, это братья моей мамы, а Наталья Петровна Кончаловская, когда папа пришел в эту знаменитую семью многообещающий молодой ученый историк, потому что тогда да, он не был еще писателем, он тогда еще был лаборантом на историческом факультете в МГУ и готовил кандидатский минимум и когда он влюбился в мою будущую маму Катинку Наталья Петровна сразу поняла, что это очень будущая яркая личность и она первой правила первой рассказ будущего папы Штирлица редактировала. Они сдружились, они в Китай и привезли оттуда замечательную книгу под названием «Здравствуй, Китай!» Ганехау. И даже когда возникали может быть какие-то конфликты между молодыми, всегда Наталья Петровна Кончаловская практически была на стороне любимого зятя, понимая, что к творческому человеку с такой обыкновенной меркой подходить нельзя и на многое нужно закрывать глаза и воспитывала соответственно мою маму, говоря, Катинка, не обращай внимания, Юля, творческая личность. Ольга, общаетесь ли вы с Никитой Сергеевичем и смотрите ли вы его программу «Без огон»? Это у нас вопрос пришел по WhatsApp. Да, 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 да. Ну, Никита Сергеевич, конечно, это наше все. С удовольствием поддерживаю отношения с Анечкой Михалковой, с его доченькой, чудесная девочка, чудесная актриса, великолепная мама, добрый, светлый человек. Вообще, Никита Сергеевич может гордиться своими замечательными детьми. А «Без огон», конечно, не смотрю. Никита Сергеевич, он ведь не только наш оскароносный режиссер, он просто умный человек, искренне любящий Россию, и поэтому мне всегда интересно смотреть его передачу «Без огон». В чем-то можно с ним соглашаться, в чем-то, может быть, нет, но это всегда очень здраво, интересная идея. Вопрос о возвращении ценностей. Журналист Наталья Лебедева. Ваш папа вместе с единомышленниками организовал возвращение в Россию выведенных и утраченных художественных шедевров, которые гитлеровцы вывозили. Среди членов этого комитета был знаменитый барон Эдуард фон Фальц, все время не могу произнести Фальц, Фальц Фейн. Действует ли этот проект сегодня? К сожалению, после того, как барона не стало, он трагически скончался несколько лет назад, причем я у него была незадолго до этого, и у него была очень ясная голова, но он тогда лежал. Он лежал, он написал приветственное письмо для посетителей выставки, посвященной моему отцу к его 85-летию в Санкт-Петербурге в президентской библиотеке, и мы тогда очень хорошо с ним пообщались, и ничто не предвещало трагедию, что у него загорится, у него на ногах электрическое одеяло, и он погибнет, он сгорит живьем, это была страшная для всей нашей семьи трагедия, потому что он для нас был родным человеком. К сожалению, деятельность как-то прекратилась вот этого комитета из-за честного отношения к русскому искусству, но есть же другие люди, которые вне комитета этого действуют и продолжают писать и искать янтарную комнату, ту же, которую долгое время папа с бароном искали, и надо сказать, что вот я наделась, что может быть наши польские водолазы, которые думали, что может быть корабль Карлс Руи, там на нем хранилась янтарная комната, потому что речь шла о том, что какие-то ящики на этом корабле затонувшем в годы Великой Отечественной войны были, но, к сожалению, надежды не оправдались, но, на мой взгляд, все-таки где-то янтарная комната есть, потому что если бы она просто погибла при бомбежке, если бы она сгорела, то не было бы такого количества смертей, которые возникали, которые случались, которые касались всех, кто занимался поиском янтарной комнаты. Вот, вы знаете, мне кажется, все-таки папа очень правильно говорил о том, что, возможно, к этому каким-то образом были причастны американские военные, потому что по какому-то странному стечению обстоятельств, была не только Санрайз, операция, когда договаривались американцы с нацистами, но еще многие нацисты были завербованы и информировали американцев о том, где хранятся культурные ценности, похищенные нацистами, которые должны были стать экспозицией в Линце, музея Гитлера. И каким-то странным путем все места, где находились тайники, практически все места, где находились тайники с этими культурными ценностями, они, даже если эти территории должны были отходить нашим военным советским после окончания войны, они оказались на территории, оккупированной американцами. То есть мне думается, что может быть в тот момент, когда Карл, когда господи, папин друг Штайн, Йорк Штайн написал ему в Юлиан, мы искали не там, где надо, у меня очень интересная мысль, может быть, он что-то нарыл вот в этом отношении, может быть, что-то он понял, где могла находиться действительно интерная комната, потому что через несколько недель после этого его обнаружили мертвым со вспоротым животом в лесу в Мюнхенском замке, руки были завязаны за спиной, а полиция немецкая сказала, что господин Штайн покочит жизнь самоубийством. Если бы комната просто сгорела, то, конечно, бы не было такого количества смертей. Поэтому будем надеяться. А все-таки этот комитет за честное отношение к русскому искусству сделал невероятно много, достаточно сказать о уникальном ковре, гобелине, с изображением государя-императора, подарок, шах и раном, трехсотлетие дома Романова, который пропал, ковер, и который папа нашел во Франкфурте на майне, на аукционе и уговорил барона купить этот ковер. И сейчас это один из самых красивых экспонатов в Ливадийском дворце в Крыму. И также картины Коровина, которые приобрел Алекс Мацкович, другой член этого комитета, кстати, племянник Курицкого, который приобрел на аукционе и подарил Советскому Союзу в то время еще, и архив Дягилева, который был подарен бароном Украине, Украинской Академии Наук в то время, когда еще Украина была нашей республикой. Ну, не знаю, какова судьба сейчас. Так что было много сделано очень. Вот вы часто повторяете, что ваш отец был настоящим патриотом в самом лучшем смысле этого слова. А сейчас слово патриот часто произносится таким высокомерным, негативным оттенком. Вот почему так происходит, ваше мнение? Знаете, замечательно сказал Вильям Шекспир, если помните, люблю, но реже говорю об этом, люблю нежней, но не для многих глаз. Торгую чувством тот, что перед светом всю душу выставляет на показ. Любишь ли ты человека, любишь ли ты Родину, истинная любовь, она всегда молчалива и тиха. Любовь это не слова, это дела. И многие, не многие, некоторые люди, которые били себя в 90-е или в начале 2000-х себя кулаком в грудь, крича, я патриот, я люблю Россию, да я все, да я русский, делали это не потому, что они действительно любили Россию, а просто потому, что они хотели что-то выцегнить у щедрой России. А если не выцегнуть, то просто уворовать. Вот, конечно, поэтому такое негативное отношение к замечательному слову патриот, а настоящие патриоты у нас есть и были, и будут, и на этом наша земля держится. И Юлиан Семенович был истинным патриотом, потому что он вообще себя не мыслал вне России, и писал он всегда об истории России, потому что он говорил, что если человек не знает прошлого своей страны, он не сможет выстроить достойную концепцию будущего. И когда он основывал газету, совершенно секретно, которая сейчас практически не существует, его передавицах, он говорил о том, как можно реформировать Советский Союз, его не разваливаем. Говорил о том, что нужно сделать рубль конвертирован, и что нужно повысить три раза зарплаты учителям и врачам, и говорил о том, что нужно открыть храмы для народа и реставрировать храмы, потому что без веры жить нельзя. То есть это была позиция очень большого патриота в самом хорошем смысле этого слова. И когда моя сестра Дашенко решила уехать на несколько месяцев заработать в Англии, она художница, папа сказал, я тебя благословляю, идеи, тебе нужно сына кормить с мужем. Она говорит, а папа, ты не хочешь поехать там рекомендовать, допустим, его приглашали на запад, ну, что ты, девочка? Автор Штирлица жил и умрет в России. Патриот. Патриот. Ольга, если можно кратко, как вы думаете, если бы ваш отец был жив сегодня, о чем бы он писал книгу? Задумок у отца было очень много, он хотел продолжать серию о Штирлице, потому что папа говорил, что 20 век настолько богат на важные и трагические события, что необходимо об этом рассказывать, через судьбу Штирлица, конечно, он не успел много о Штирлице написать, и, конечно, он продолжал серию исторических романов, объединенных общим названием и версии о замечательных наших писателях, ученых, политиках. Всего лишь Господь ему дал 61 год жизни. Он много успел, но, конечно, успел бы еще больше, если бы позже еще. Наш эфир подошел к концу. Эфир был подготовлен в рамках проекта «Культурная линия» совместно с журналистами Международного клуба «Формат А3». Гость нашей прямой линии Ольга Семенова, дочь знаменитого писателя Юлиана Семенова, 90-летие которого отмечается в октябре этого года. Спасибо вам за очень содержательный, интересный разговор и всего доброго! Мы знаем, вы слушаете!